Институт был создан, как я сказал, из декораций и одновременно из макетов. Масштабная культурная акция «Ночь музеев» охватила и Струковский сад. Здесь прошла лекция историка кино Сергея Каптерова, посвященная столетию Мосфильма. Московский гость рассказал самарцам об истории главной киностудии страны. После лекции состоялся показ фильма «Космический рейс». Сергей рассказывает, выбрал его не случайно, ведь приехал в космическую столицу страны. А рывок, который произошел в кинематографе в 30-е годы, сделав его главной киностудией страны, хорошо прослеживается в «Космическом рейсе». Очень был доволен и реакцией публики, и гордом в общем, и очень благодарен, что мне предоставлена вторая такая возможность. Потому что у вас очень интересная публика, и всегда приятно взаимодействовать с залом, когда есть. Это очень важно и для того, кто выступает, и, наверное, просто для восприятия фильма самое главное. Я обратила внимание, что очень много собралось молодежи, и люди заинтересованы. И именно нужно проводить такие мероприятия. Вот я за, чтобы люди, как говорится, и при деле были, и к культуре приобщались. После лекции и просмотра фильма гости Струковского ждал концерт Самарского духового оркестра. Для нас это радость приносить, людям радость, доставлять им удовольствие в плане музыки. Это очень замечательная идея, когда есть вот такая возможность. Настолько культурно проводить свое время, свой вечер. По-моему, это замечательно и здорово. Также зрителей радовал вокально-инструментальный ансамбль «Стиль». Полина Чулякова, Николай Сидоров. События.